Год Старфилду! А тут и обновления, и большой DLC, и автомобиль! Так что мы решили снова зайти в игру и оценить, насколько она изменилась за всё это время, и изменилась ли к лучшему. Вновь попробовать пройти её тремя максимально разными путями, тем же составом, что и в прошлогоднем обзоре. Не, ну вас нахер, пацаны, я и так год назад уже сгорел. Удачи вам, короче, здоровья, хорошего настроения, всё, я пошёл. Мы пройдём разбитый космос двумя путями, и выясним, не повторилась ли история с призрачной свободой киберпанка, тоже год назад вернувшей веру в польский игрострой и саму концепцию искупления. Ваня, опускай уже заставку. Эээ, щас! Начинается всё многообещающе. Звездорождённый оказывается на большой заброшенной станции, а там никого. Ну, только мертвецы и невесомость. Её в оригинальной кампании как-то на удивление мало было, хотя фишка атмосферная. Вокруг летают тела, всякий хлам, ты. От выстрелов натурально относит назад, как велит физика. Главное, на вид от третьего лица не переключаться, потому что там герой устремляется вперёд, видимо, силой и мысли, без малейшего признака движения. И вот первый квест. Найди четыре дневника. И пропуск. Как раз первым делом хотел записки почитать, которых тут разбросано, конечно, куда больше. Там так интересно расписано, что случилось что-то непонятное. Ну ладно, пропуск находим, и, надеюсь, вам понравилось. Потому что такой тип заданий будет повторяться ещё раза три, минимум. Завели станцию, переместили её в пространстве, получили сигнал с планеты, прожали кнопку «сесть» и... Стоп right there, criminal scum! Нас ведь ещё в оригинале радовала эта безумная режиссура кат-сцен со скачущей непонятно куда, непонятно кому камерой. И она на месте. Вот этим натурально встречает планета из DLC сразу после загрузки. Не заданы ни локации, ни действующие лица, нет никакой подготовки. Сразу внезапное кричащее лицо. Работа над ошибками. Выясняем, что мы оказались на планете религиозных фанатиков Великого Змея, которые и в оригинальной игре были, а тут их дальние идеологические родственники. И в этом NASA-панке, напомню заданный самими разработчиками термин, начинается сюжет о том, что наш звездорождённый избранный. Да, мальчик или девочка. Что может понимать с давно заделавшегося призраком местного лидера святого. И тут начинается геймплей. Вторая миссия — следование. Тётка идёт вперёд, мы идём за ней. Ну, то есть чуть бежим, чуть медленно идём. Чуть бежим, идём. И до конечной. Потому что, видимо, только в Польше знают, как синхронизировать скорость персонажей в такие моменты. Зато третья миссия уже новаторская. Сопровождение без NPC. То есть надо идти из точки в точку одному. Но триггер не сработает, пока вещающий из-за кадра персонаж не договорит все свои фразы. А триггеров тут нужно дождаться. Похоже, очень старались оправдать тезис про 20 часов прохождения. И в целом вся компания примерно такая. Она страшно медленная. Постоянно заставляет ждать или куда-то долго бежать. Когда нужно чем-то это разнообразить, спавнит врагов буквально из воздуха. Когда это приедается, спавнит интересных врагов, которых полоску здоровья нужно довести до нуля три раза, потому что так гораздо веселее. Всё это крайне прямолинейно. Реплик в диалогах может быть штук пять, с очень разными ответами. Но на все, кроме нужного, Непис просто скажет, «Нет, так нельзя». И ты снова на рельсах. Ну вот давай как раз сравним разные прохождения. Там же есть прям как минимум одна очень явная развилка ближе к концу, когда игра прямо кричит «Выбирай». Я пошёл по очевидно правильной ветке. Но как было у тебя? Выбрал другую, и сразу помер в бесконечный белый экран. После чего загрузился и «Здравствуй, Томас! Вот тебе твои прежние магистральные рельсы». С нелинейностью тут вообще странно. Вот в одной группировке есть предатель. Он предлагает устроить жёсткий саботаж и сместить лидера. Но предупредить лидера нельзя. Можно раскрыть предателя под конец ветки и предложить его устранить. И что говорит лидер? «Не, меня всё устраивает. Человек-то полезный». Не меняется вообще ничего. Тут даже, блин, реплика с прописанным действием «Атаковать в квадратных скобочках» приводит не к атаке, а к «воу-воу» от собеседника, который самовольно прерывает твой агрессивный порыв. Меня больше смущал гейм-дизайн Бетезда, в котором миссия — это когда ты сперва проходишь длинную кишку индустриального комплекса, ищем пропуск, убиваем кучу спавнящихся врагов, да, а потом идёшь обратно. Чтобы не было скучно, спавнятся новые враги. Но ведь ещё в Скайрим из конца пещеры вёл короткий ход наружу. В общем, основной сюжет DLC выполнен в лучших традициях той самой Старфилд. Хорошо хоть проходится быстро. Часов пять долгих прогулок и отстрелов спавнящихся вокруг тебя врагов. И самое-то обидное, что в Ваорун был потенциал. Космические и религиозные фанатики в оригинальной игре генерировали много вопросов. Какому змею они поклоняются, про какую такую ползущую тьму всё время шушукаются. В конце концов, простое человеческое недоумение генерирует, как вообще можно быть религиозным фанатиком в век покорения космоса. Но ответов на эти вопросы никто не даёт. Просто прими как факт. Есть религиозные фанатики, есть змей, когда-то там грядёт тьма, чё прикопался. Причём ещё больше интриги нагнетал тот факт, что одним из самых интересных напарников основной игры является Андрэжа. Агент из этих самых Ваорун, отправленная во внешние системы на охоту за информацией. Но если взять её с собой в это приключение, то вести себя она будет как ребёнок на ярмарке, комментируя то, что игрок уже и так видит и понимает. Ни одного полезного инсайта от неё тупо нет. Мне потом Ютуб подкинул секретную якобы концовку героини, где её судят за то, что она поступилась какими-то там принципами Ваорун и выдала себя. И что ей зачли в качестве наказания? Ни-че-го! Сказали, а-та-та, нехорошо так, деточка, но мы понимаем, что ты пыталась как лучше и прощаем тебя. Ну то есть в любой ситуации игра как будто специально делает выбор вместо раскрытия персонажей, фракций, создания конфликтов и последующего их разрешения, ну то есть придания повествованию хоть какого-то эмоционального окраса, навалить мутной серой нейросетевой воды, которая ещё и подаётся по-прежнему супер неторопливым и неспешным тоном, как будто всех актёров перед записью реплик накачали транквилизаторами. Я не знаю, где зелоты держатся, Сахима. Но... у меня есть хорошая идея, кто делает. Оттого и главная нововведённая механика это стрельба по всяким светящимся синим штукам, которые открываются по нажатию специальной кнопки. Вышло так, хорошо, что повторяется 6 раз. Я вот, кстати, не знаю, баг это или фича, но у меня они впитывали какое-то совершенно неприличное количество урона перед тем, как сломаться. Ладно, неудачная сюжетка, да ещё и короткая, всё-таки не такая уж и трагедия для РПГ в открытом мире. Там ведь вокруг есть целая вручную скрафченная планета, которую можно изучать. Да? Да? Нет, ну сама планета сделана в целом поинтереснее того, что было в оригинальной игре. В центре локации торчит огромная аномалия, видная отовсюду, и нарисована она правда красиво. Ну впечатляет же. А её окрестности явно сделаны под вдохновением от Моровинда с его Красной Горой, вокруг которой ходят разномастные черти. Вон, даже скальные наездники есть. И культура местных фанатиков очень уж напоминает тёмных эльфов-эшлендеров, с их ритуалами, пустынными одеждами и жутковатыми обелисками. Проблема, что стилистика есть, а персонажей-то нет. Вот нас сразу знакомят с советом, где сидят представители трёх местных домов. Представители! А когда дело доходит до квестов на завоевание лояльности каждого дома, мы идём к их лидерам. То есть вместо трёх узнаваемых героев, с которыми мы имеем дело, получается шесть. А на самом деле куда больше. В итоге, если какое собственное лицо тут и было, то оно просто размазывается по куче местных NPC. Да и в какую-то общую картину суета на планете складывается так себе. Квесты каждого дома, которые являются частью центрального сюжета, посвящены левым проблемам, которые могли быть совершенно посторонней побочкой основной игры. И мы в итоге ни за спецификой местной жизни не знакомимся, ни персонажей не узнаём, ни влияния на последующие события не оказываем. Есть показательный витринный побочный квест. На пути к сюжетному заданию, вы не пропустите, два брата устраивают дуэль. Можно вмешаться и стать секундантом. Для этого проследовать долго, конечно. В стоящий подалёку дом, куда эти братья успешно телепортировались вперёд нас. Там 10 минут говорить с ними без малейшей возможности что-то поменять, а затем по прямому указанию второго секунданта подсыпать в напитки транквилизатор, чтобы сорвать кровопролитие. Варианты есть. И когда братья выпьют напитки, кружки телепортировать со столами в карманы, потому что анимации понятия губков здесь нет, число и состав выживших будет определён нами. И это не скажется далее никак. Даже если подсыпать транквилизатор обоим, и один будет грозиться, что это ещё не конец, прошло, забыли. Я прошёл всю сюжетку, улетел с планеты, ничего не поменялось. И остальные допы не лучше. Помните, в оригинальной игре был квест со станцией, которую лихорадило между параллельными измерениями? Так вот тут ничего подобного нет. Зато есть доставка посылочек, ботанические побегушки с собиранием гниющей плоти и всяких растений. И всё это реализовано и написано преступно плохо. Даже в награду за все эти страдания вам ничего достойного не дадут. За всё прохождение Shattered Space я не получил в инвентарь ни одной новой ценной шелогушки. Ни оружия, ни скафандра, ни шлема. Только проходной хлам на продажу. Ни по результатам задания основной сюжетки, ни за допы, ни за данжи. Ну мне уникальный ножик выдали. Пользоваться холодным оружием в шутере я, конечно, не стал. С данжами вообще отдельная песня, потому что ради научного интереса я залез в пять пещер, и только одна оказалась более-менее большим тоннелем, заполненным врагами, ящиками и хоть каким-то лутом. Остальные четыре, спрятавшиеся недалеко от края карты, это маленькие 3 на 3 метра площадки, где не было ровным счётом ничего. Ни врагов, ни зрелищ в лице контекстных историй, ни хлеба в форме хоть какого-то ценного лута. Это больше похоже на заглушки, чем на нормальные игровые локации. А остальное рукотворное окружение, это обильно разбросанные по округе фермы и редкие места кораблекрушений, от которых очередная команда космических пиратов-спейсеров решила не отходить ни на метр. В какой-то момент возникает ощущение, что мир Shattered Space существует только на словах. Варунцы жалуются, что, дескать, им всячески досаждают зелоты, рейдеры и все на свете, но при этом в городке тишь да гладь, а сами эти досаждатели разбрелись по округе и сидят на жопе смирно в ожидании пришествия избранного, который их застрелит или заколет. Короче, если не учитывать архитектуру единственного местного городка и построек, которые можно пересчитать по пальцам одной руки, вся вот эта локация, которую Бетезда с честным лицом продает за 30 на минуточку баксов, ничем не отличается от совершенно рядового и скучного космоса всей остальной Старфилд. Глаз цепляется только за аномалию, а в рукотворность окружающего мира верится с трудом. Настолько он стандартный, серый и не запоминающийся. Запоминаются скорее попытки передвигаться по всему этому хаосу и нагромождению камней, потому что за минувший год с барского плеча Тодда Говарда нам отгрузили штуку, про которую можно сказать «это не баг, а фича». Речь, конечно же, про багги. Хех, багги, понял. Который должен был облегчить путешествие по безжизненным и пустым просторам процедурного и рукотворного космоса. Облегчил? Ну, пожалуй, ибо единственное, с чем багги действительно справляется, это ускорение передвижения. Но преимущественно делает он это за счет бустеров горизонтальных и вертикальных, что превращает езду по пересеченной местности в набор прыжков. У меня от машинки стойкое ощущение мода, который, ну, совершенно не вяжется с остальной игрой. Я ее купил в Атлантисе и тут же поехал испытывать. Да, кататься по городу можно, только этого явно не предусмотрели, потому что столкновения с людьми выглядят вот так. С инопланетной фауной примерно так же. Хорошо, хоть вроде люди при таране падают, хотя урона особо и не получают. Ну а физика сделана от поклонников старичка Мака таким же единомышленникам. Прямо слезу ностальгии выбило, когда переворачивался на местных валунах. Кстати, в DLC машинка как будто бы вообще не к месту. Там мы находимся на одной локации, а транспорт появляется у корабля. И когда ты на нем куда-то уедешь, назад он сам не вернется. И быстрое перемещение сделать с ним нельзя. Так что укатил однажды на удаленную ферму, все, заброшена там машина. Если только на ней же весь путь назад не проделывать. При этом список недостатков этого новоявленного Мака не ограничивается тем, что нельзя АКФ-ГТА сшибать на нем прохожих как кегли. И что мир явно не спроектирован с учетом возможного обладания людьми колесных средств передвижения. Потому что у него и модель управления совершенно истерическая. Багги мгновенно ускоряются и тормозит, но при этом имеет черепашью скорость передвижения, если ты не врубаешь бустеры. О наличии, которых вообще-то никто не говорит. Есть полоска условной нитры, призывающая нажать шифт ради ускорения, но нажать, например, пробел я не додумался, пока не перевернул машину. А ведь она еще и стрелять умеет. Хреново, слабо, но умеет. И при том в рапиде. А главный абсурд зачем? И кому в космосе нужна тачка, в которой нет багажника? Особенно в РПГ, где принято все не прибитое к полу гвоздями тащить к себе в карман. И это я молчу об отсутствии кастомизации, в смысле запчастей, перекраска не в счет, о том, что модель багги только одна и непонятно, когда появятся новые и появятся ли. В общем, формально, да, багги позволяют быстрее достигать невидимой границы генерируемых прямоугольничков на поверхности планет. Но пользоваться-то им больно. Ладно, тот с ней с машиной. Что там с новой фракцией? Охотники за главами звучит же интересно. Сразу представляются нуарные киберпанковые частные детективы а-ля бегущие полезы. Ну, или что-то в таком же духе. Да, я тоже об этом подумал. Но, как и все в этой игре, эта фракция существует только для того, чтобы разочаровывать. Во-первых, называть ее фракцией слишком громко. За время прохождения единственного гильдейского квеста нас познакомят аж с двумя новыми персонажами. Руководителем и ну, чуваком, который здесь лучший по отлову. На попечение оного игрока и оставляют на целую одну миссию. Во-вторых, сводится это самое задание к тому, что мы вдвоем с ворчливым начальником зачищаем целую космическую станцию, пытаясь поймать какого-то неуловимого краем лорда. И в итоге получаем удар роялем из кустов по яйцам. Зато мне дали право ходить по городам и сканировать людей, выявляя тех, за кого назначена награда. А потом либо безнаказанно их убивать и оббирать трупы, либо убеждать встать под дождем на колени и сдаться властям. Впечатление такое, что гильдия это не фича, а баг. К слову о них, баги, с багами все как будто осталось по-прежнему. Снова уходят в бесконечный паркинсон персонажи. Регулярно случаются вылеты. Коварные непися устраивают софт-локи. Отдай ключ, мальчик! Про постановку я уже сказал, но вот непродуманных совсем моментов тут полно. Смотрите, в этой сцене надо внимать речам трех советников, извините, представителей советников, где предполагается стоять герою. Да вообще плевать, я провел весь разговор с затылком важной шишки, не потерял ничего и ему нормально. Мне понравилось, что у меня Сара во время первого диалога с воорунцами решила от кринджа подальше не открывать глаза и не смотреть на людей, которые нарекают меня избранным. Но да, постановка режиссура это вообще не про Шаттерд Спейс и Старфилд в целом. Говорят, игру оптимизировали, научили ее натягивать картинку на ультра широкие моники, улучшили текстуры и анимации, но тут тоже не все гладко. Лица действительно как будто стали чуть живее, у кожи появилась хоть какая-то жизнь во время диалогов, боже, как это звучит. Но, к сожалению, говорят они все теми же, не выражающими вообще ничего голосами с огромными паузами между словами. А что касается оптимизации, то могу доложить, что в целом все было хорошо на SSD M.2 на 4060. Но, когда выходишь на улицу и начинаешь отчаянно исследовать, случаются не столько просадки даже, сколько какие-то неприятные статтеры и подзамирание картинки, как будто движок, задыхаясь, пытается подгружать все эти разбросанные по округе камни, но из-за возраста не справляется. Внесу свои 5 септимов, на 3080 все довольно гладко. Ну, что в итоге? Все еще говно? Говно! В общем, год прошел, а Starfield как была, так и осталась игрой про пустоту. Ее здесь и в буквальном смысле, в окружающих пространствах, интерьерах, в томительных паузах растянутых речей героев, и в креативном плане столько, что реальный космос обзавидуется. А в сухих цифрах дополнение Shattered Space за свою стоимость в 30 баксов предлагает коротенькую сюжетную кампанию на 4-5 часов прохождения, примерно столько же безликих допов, все это раскидано по микроскопической рукотворной локации, где смотреть не на что и исследовать нечего, где нет новых напарников, механик, космических кораблей, вообще практически ничего нет. Ну и числа онлайна все говорят сами. С выходом DLC они в стиме с 14 тысяч подскочили, аж до 21. Ждем шестые свитки.